Новый год наверное самый семейный праздник в году, в котором хочется встретиться с родными, посидеть посмотреть что-нибудь доброе или просто пообщаться, поесть салатов. Разумеется в преддверии такого дня я не мог обойтись без душевной истории, ведь в этом и есть праздник, где ты смотришь сказки с хорошим концом. Перерыв всей интернета и не нашел ни одной рождественской байки футболиста, поэтому в этом видео не будет самого праздника, будет доброе видео о преданности, которое в наше время, да и в то время тоже не могло произойти. Если вы хоть немного следили за моим каналом, могли заметить что довольно часто, когда заходит речь об исторических роликах, так или иначе упоминается серия А. Это далеко не от моей безграничной любви к данной лиге. Все дело в том, что нами обожаемый спорт на пениных был меккой европейского футбола. Полные стадионы, выверенные тактические схемы, клубы доминирующие на континенте, причем звездные игроки присутствовали в составах не только признанных грандов Ювентусе и Милане Интере, или в командах на ступень пониже Лацио Парми Роме, но и в середняках и даже аутсайдерах. Факт, который может скружить голову. Безусловная легенда футбола Георгия Хаджи на пике возможностей в 27 лет переходит из мадридского Реала в Бреша. Бреша – великолепный исторический город, основанный за тысячу лет до нашей эры. Но как команда довольно скромная, за время своего существования у Бьянко Адзури до сих пор 0 трофеев, если не считать победы в низших лигах. За год до Хаджим к лиге присоединяется еще одна будущая легенда, а пока уже звезда на своем континенте Габриэль Батистута. Батигол переезжает во Флоренцию, нападающему было 22 года. Фиорентино – середняк серии А без замашек на что-то большее, успехи которого были далеко по садзи. Последнее свершение бронза 84 в лиге. Как же прошел сезон 92-93 для этих клубов с такими яркими лидерами. И Бреша и Фиорентино стартовали в общем неплохо. Фиалки даже записали на свой счет разгромную викторию 7-1 над Анконой. После первой трети сезона Фиорентино располагалась на шестом еврокубковом месте. Бреша – одиннадцатое. Если взять последние шесть туров, Фиорентино – пятнадцатое по набранным очкам за данный период, а Бьянко – Адзури и вовсе вторые. Правда, имел место быть провальный экватор турнира. Несмотря на талант Хаджи и 16 голов Батистуты, итоги сезона оказались печальны. В те дремучие времена регламент был безжалостным. Три клуба из 18 вылетали напрямую, еще два расположившихся повыше разыгрывали между собой незавидную путевку в серию Б. Фискара наряду с Анконой были мальчиками для битья, а вот Фиорентино, Бреша и Удинеза набрали по 30 пунктов. По личным встречам моментальный пинок под зад получают флорентийцы. Последний вылетевший определялся в одном матче на нейтральном поле. В Болонье 3-1 побеждает флеурийцы. Разумеется, Хаджи с Батистутой начали подыскивать себе новые клубы. Нет, не разумеется. Лучший футболист в истории румынского футбола, капитан сборной, еще недавно щеголявший футболки королевского клуба, остается в Бреша, чтобы вернуть команду в элиту. А что быть из тута? Новый европейский бомбардир, в полной мере оправдавший хайп вокруг себя, сказал, что его все устраивает. Он верит, что Фиорентино тут же вернется в серию А, и Габриэль будет не только радовать местных тифозе, но и сможет добиться больших успехов с клубом. Мне в голову не укладывается масштаб произошедшего. Два таких квазара в футбольной вселенной будут играть во втором дивизионе и это не начало или конец карьеры. Это время, когда надо брать и выигрывать, загребать различные кубки. Может прийти в голову пример Ювентуса в период Маджигейта, но это и близко несравнимо. Те, кто остался в Юве, им разумеется уважение и почет. Но они ничего не теряли, у старой сеньоры все осталось. Структура, имя, а главное деньги. Максимум, что можно было потерять пропуск двух розыгрышей лиги чемпионов. Зато получить взамен любовь к тифозе, которые впоследствии могут попросить продления контракта после возвращения на былые позиции. То есть Ювентус, как был тогда лидером в Италии, так в общем им и оставался. Тут же речь идет о командах, которым даже выход из серии Бенни гарантирован. Только как безграничной преданностью клубу, такое не объяснить. Еще, возможно, Хаджи чувствовал свою вину за вылет. Главным тренером Бреши был соотечественник Мирча Луческо, пригласивший к Хаджи еще несколько добротных румынских игроков. А Георгий играл сквозь рукава, надеясь разнести лигу в полноги. Не вышло. Он как истинный чемпион, заявив, что не трус и не предатель остался в команде. Фиорентина бодро начала чемпионат, чередуя победы и ничьи, постоянно располагаясь где-то вверху таблицы. А вот Брешиа порой лихорадила. Хоть Хаджи и остался, но румын по-прежнему думал, что соперники должны перед ним расступаться на пути к воротам. В защиту Бьянко Адзури можно сказать, что они растрачивали энергию на другой турнир, уже канувший в лету англо-итальянский кубок. Специфическое соревнование, скажу я вам, с не менее специфическими правилами. Особенно на заре турнира, когда давались очки за голы и различные другие штуки с определением офсайта и тому подобное. Да и участники соревнований определялись федерациями. Из этого выходило, что итальянские гранты порой играли с английскими командами из низших лиг, правда все равно умудрялись проигрывать. Георгий опомнился к 20-му туру, когда Брешиа располагалась в середине таблицы. Хаджи начал играть как одержимый и стал опускаться за мячом намного глубже, продвигаясь вперед, создавая моменты товарищем. Ломбардийцы выдали победную серию и несмотря на спад в концовке, который также случился и у флорентийцев, на пару с Фиорентиной завоевали возвращение в серию А. Помогло то, что и остальные команды вокруг не отличались стабильностью. Ко всему прочему, Брешиа все-таки побеждают в англо-итальянском кубке. В финале на Уэмбли 1-0 с Нотс Каунти. Батистута забьет 16 голов в серии Б и поедет как и Хаджи, одним из лидеров своей сборной на чемпионат мира, где судьбы двух этих игроков вновь переплетутся. Два представителя 2-го дивизиона, лидеры таких сборных как Аргентина и бывшая на хорошем счету Румыния на Кубке мира. Какие изумительные вещи могли происходить в футболе в 90-е. И Аргентина и Румыния наберут по 6 баллов в своих группах. Альбиселеста по дополнительным показателям уступит первую строчку Нигерии, что позволит этим двум сборным встретиться в 1-8, где Карпатский Марадона выдаст очередной шедевральный матч 3-2. Гол поди Стуты, гол плюс пас Хаджи. Только послематчевая лотерея со шведами в виде 11-метровых остановит Румынию в 1-4. Уже следующий сезон Хаджи начинал в Барселоне. Конечно, в Бреши от него ждали большего, но надо отдать должное Георге. Он потерял целый год своей карьеры во 2-м дивизионе, чтобы вернуть Бенка Адзури в элиту. Вернул, добился успеха со сборной, добился приглашения в Барсу. А что быть и Стутом, аргентинец продолжит наслаждаться жизнью во Флоренции. Только в 2000-м, перейдя в Рому, потому что пора уже было столичной команде выигрывать чемпионат. Невероятно прекрасная история преданности двух футболистов. Действительно, что-то подобное сейчас невозможно, когда даже воспитанники клуба готовы сбежать из команды, если им предложат, по их мнению, недостаточно денег, сыграв всего пару матчей. Что уж говорить о звездах, готовых отказаться от карьеры и бежать в пустыню, лишь бы получать сотню миллионов в секунду. Но судить их не стоит, век футболиста короток, а счета за дома, усадьбы, бассейны, элементы и тому подобное сами себя не оплатят. Оттого история Хаджи и Батистуты становится еще более эксклюзивной и ценной. Всем прекрасных праздников, не забудьте встретиться с семьей, будьте добрее и все получится.